Сегодня мы решили покататься по Неве, по каналам рекам, по Афинскому заливу. Очень жаркий день. Мы прибыли на английскую 300. Вот наш кораблик, там целая очередь желающих на нём покататься. Мы сейчас поплывём на параходике. Я думала, что сегодня у нас отключают электричество, и мы запланировали эту поездку. Мне кажется, электричество отключают завтра. Завтра мы опять куда-то поедем. Ну ничего, сейчас мы будем слушать экскурсию. Прямо в ухо. Вот, нашли на палубе место с Тиньком. Меня зовут Александр. Экипаж корабля, наша фирма RockHit Niva приветствует вас. Мы рады, что вы пришли и отправляемся. Наш маршрут, это будет такой фильм в движении. Вы главные постановщики, режиссёры и артисты вместе со мной. Потому что около одних и тех же мест, берегов, красот мы будем оказываться неоднократно. О чём-то говорить быстро, а потом возвращаться и подробнее. Так что вы не переживайте. Мы отправились от Английской набережной, которая в советское время называлась набережной Красного флота. Прямо напротив пристани дворец Великого князя, где с советских времён дворец бракосочетания. И вот это сочетание Красный флот и счастье новой семьи, это всегда всё укрепляло, закрепляло и давало такую военно-морскую романтику. Набережная в разное время называлась Нижняя Галерная набережная. Ну и английская, потому что с основания Петербурга, с начала преобразования и строительства здесь во множестве приглашены и активно действовали иностранцы. Они держались такими национальными корпорациями. С первоначального времени это так сложилось. А потом, конечно, это одна из самых престижных, дворянских, статусных и по сию пору. Кабаринское восстание. Историческое здание тоже сохранено, но там в торце за этим белым. Вот тот небольшой финанский вокзал, там, кстати, на территории и паровоз, на котором он от Финляндии прибыл, тоже существует. Как Финляндия в 50-е годы прошлого века подарила Советскому Союзу эту драгоценность. И вот Владимир Ильич Ленин подогнали броневик, он выступил с зажигательной речью и понеслось. И вот про это мы еще поговорим о тюрьме. Официальное название Санкт-Петербургская одиночная тюрьма одиночного заключения. Рассчитана она была на 1105 заключенных. Но такая у нее страшная, тяжелая история, что никогда там никаких не было одиночных заключений. Она была забита и перезабита. Сейчас в ней никто не содержится. Десять лет назад аналогичное заведение по современным стандартам построили в Колпино, в Ленинградской области. Здание будет сохранено как историческое, как памятник архитектуры. И будет использоваться как комплексный музей. Пока вот из-за пандемии и других факторов. Это на Петроградской, на Васильевском острове. Это традиция и кроме обозначения времени, ну как бы почетный ритуал. Когда какие-то славные люди отмечают свои даты, они тоже участвуют в производстве. Вместе выстрела вместе с батарейной командой это все остается в хрониках города, освещается в медиа. Написано вот, само место это первый порт нового города Санкт-Петербурга. Расстральные колонны, горели огни наверху. Это маяки, вход такой в порт. Жизнь тут была настолько активная, что место это долгое время на городском сленге называлось просто и ясно. Америка. Предприимчивость, суета, беготня туда-сюда. Но вот когда построили здание биржи, это, конечно, другие люди. Ну и по ходу, с правой стороны, главное чудо-юдо, футбольный стадион новый, который к чемпионату Европы был построен. Был международный конкурс архитектурный. Выиграл японский мастер. Раздвижная крыша, когда хорошая погода и зрители, и спортсмены под солнышком, на свежем воздухе. Очень прихотливо, интересно, как такой цветовой хамелеон меняет свою окраску вечернее в ночное время. Несколько высокого класса выкатных футбольных полей. Но строительство было очень сложным, сопровождалось всякими скандалами, проблемами. Об этом писали в России. Писание башни 242 метра. Очень сложная строительная, архитектурная, инженерная сооружение. Минская война между теми, кто влавствует и может себя выразить. И между теми, кто хочет тоже себя выразить и хочет быть услышанным как гражданин. И, в общем, борьба за то, что небо принадлежит всем, а что в этом небе кто видит, это надо доказать. Огромный страшный дефицит земли. Каждый квадратный сантиметр мы, как в Сингапуре, как в Арабских Эмиратах, вынуждены отбивать у природы, делать искусственные острова. И началось это еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Было объявлено, что здесь намоют и создадут новый район. Насколько жителей? Внимание! На 200 тысяч. Посредний такой милый, хороший, уютный, живой, современный развивающийся город в России. Это 100-150 тысяч. Знаменитого славного архитектора Марка Рейнгерга, лауреата Государственной премии. Дорогие друзья, я-то вам рассказываю, но я-то знаю, что вы сейчас имеете в своем распоряжении справа, слева, спереди, из кормы вообще со всех сторон гораздо более ценными, потому что у нас такая хорошая погода бывает редко. Все вокруг блистает, все в таком своем великолепии свадебном, можно сказать. Так что вы смотрите и не пропускайте это, и пусть вам это запомнится, как, я не знаю, как полотна импрессиониста. Потому что в основном в Петербурге мрак до такой степени, что многие петербуржцы-ленинградцы любят говорить, что их раздражает солнце. Это неправда. Они любят, когда идет дождь, но якобы так. Проект Рейнгерга предполагал сохранить существующую береговую линию, это уважение к природе. Петербурга, как города кристаллического. Вот свето-воздушная среда, ну, кто-то читал роман Андрея Белого «Петербург», где революция, вот, борется с консерватизмом мостов. Или вы стоите на Дворцовой площади, выходите на Невский, поворачиваете налево, огибая главный штаб и попадаете совсем в другую ситуацию. Только что было огромное пространство с номинантами шпиля Адмиралтейства, домовой церкви. В этом месте между берегами самое большое расстояние, около полутора километров. Ну и вообще люди, которые мыслят конкретно, физически, наверняка внутри себя задают вопрос. Как же так, если Нева такая мощная река, несет колоссальный объем воды с такой скоростью? Ну, в течение Невы, в 20 километрах от истока, есть вообще пороги, Ивановские пороги, где скорость воды 8 метров в секунду. Почему же не отсюда вода в залив, а из залива захлестывает город? Ну, есть такая нагонная стоячая волна, которая выше поверхности речного водотока, вот, при ветрах заходит и разрушает и смывает все. И как сейчас рассказывают, например, на экскурсиях в Балаклаве или в Севастополе, что вот смотрим, плаваем. А раньше это было невозможно, потому что город был закрытый и военно-морская база Балаклава была засекреченная. И кто знает, может быть, скоро опять все это закроют. Ну и в советские времена, конечно, тоже тут никто не плавал, ничего не рассматривал, никаких экскурсий тут не проводилось. Идем обратно со своей прогулки и показываю, как здесь люди отдыхают, по-европейски вполне, на лужайке. Люди и волуби отдыхают на лужайке, на газончике. Очень жаркий день, здесь погода рекорды ставит. Ну и собор Исакийский. Вот напротив собора люди отдыхают. Мух.